В белых облачениях, символизирующих фаворский свет, духовенство с благоговением служит праздничную литургию. Один из 12 главных праздников церкви собрал на совместную молитву прихожан Серпуховского благочиния. В соборе Николы Белого звучат молитвы преображения. В руках прихожан – спелые наливные яблоки – символ праздника. Самая радость заключается в следующем, что преображение свидетельствует о том, каким может быть человек после своей земной жизни. То есть здесь важно внутреннее его преображение, внутренняя радость, что он может быть белым, чистым, избавленным от греха. В основе праздника лежат исторические события из земной жизни Христа. Преображение было незадолго до его последнего крестного пути. Христос берет своих возлюбленных учеников – Петра, Иакова и Анна – и поднимается на гору Фавор, где происходит его преображение. Он употребляется солнцу, его лик высиял, он сделался в белом красивом цвете. И ученики увидели рядом со Христом явление двух ветхозаветных пророков – Илью и Моисея. И в этот момент облако снизошло на гору, из которого послышался голос Господа. «Сей Сын мой возлюбленный, о Нем же Мое благоволение того послушается». Стоит отметить, что на протяжении более чем двух тысяч лет в праздник преображения над горой Фавор необъяснимым образом появляется огромное облако, невзирая на ясную погоду и вопреки физическим законам. Тысячи паломников приезжают в этот день к месту преображения, дабы соприкоснуться с этим величайшим чудом. Удивительно, но происходит это как по расписанию в одно и то же время на протяжении столетий. О чем напоминает человеку праздник преображения? «Преображение – это изменение, это освещение внутреннего мира. И Христос именно поэтому и показал своим ученикам и в лице учеников всем и нам, что только лишь через преображение мы сможем уповать на встречу с Богом и на Царство Небесное». Алексей Романовский, Александр Поваляев, Ольга Волкова, Общественное телевидение «Сербухова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова